всем привет сегодня мукбанг ужин фрукты здесь у меня немножко есть винограда крымская клубника настоящая очень вкусно я вам про нее рассказывал с этой стороны у меня узбекская вкусная просто как мед как на рынке покупать помидоры можно с чаем пить то есть настолько сладкая черешня и во главе фрукт который я ни разу не пробовал который называется по-русски дракон или dragon в общем по-разному ставят ставят ударение по азиатской мире там как-то называется в общем пытался запомнить 0 зачем и себя что-то выдумывать если действительно не знаю как это как это называется в общем это дракон мы купили этот фрукт он дорогой он стоит килограмм 500 рублей и этот фрукт у нас вышел в ханое москва вышел это вьетнамская вьетнамский магазин то знает в москве есть мы туда ездим кушать вьетнамскую кухню и там есть киоски с фруктами овощами и так далее и тому подобное с различными этими рисовыми листами не вот это все и продается вот эти всякие фрукты в этот раз я решил попробовать вот этот дракона у такого он действительно выглядит как дракон с такими какими-то странными хвостиками еще не свойственно для нашей страны такие вот видите он такой очень интересной формы и очень интересный говорят на вкус но я его ни разу не пробовал поэтому будем с вами вместе пробовать и я вам опишу вкус этого фрукта вот и давайте так скажем в полете нашего с вами общения мог банка поедания вот этих всех фруктов я буду с вами дальше общаться начнем с черешни да мы еще есть вода ведь вдруг сладко будет и можно будет запить просто есть водичка вот клубника тоже очень вкусная это уже не точно не как это называется не из не испания завезона через беларусь не турция самая настоящая наша клубника вкусная сладкая мне кажется искусственно вот эту я не знаю почему она у них там такая безвкусная то ли она вот такой сорт кто знает напишите я только чисто догадками почему вот это вот г можно как мы ее называем дома клубника из турции из испании прямо красный внутри почему их их вот это клубника она может быть вот таких размеров и она безвкусная вообще не имеет никакого вкуса не знаю то ли они и раньше собирают чтобы она во время дороги не успевала но имеет очень тоже хороший вкус когда-то магазине похоже пахнет клубникой ну когда я покупаешь и навсегда вкусно мы просто вчера были ханой москва купил этот фрукт так как вчера поздно записали уже мы банк на улице макдональдс просто так съесть на тебе без аппетита на сытый желудок не очень хочется просто лишь бы затолкать а скажем вы живот черешня вообще безумно вкусная правда черешню сегодня сейчас покупал на рынке на приоруженском 300 рублей килограмм по моему 250 300 клубника тоже по-разному где-то 150 где-то 200 ну настоящий вкусный клубников не обещаю что скажем кажется все эти фрукты потому что в любом случае фрукты тоже такая такая продукция у меня вся пилюшка вот фрукты положишь пойдешь телевизор смотри вот она из этих всех фруктов выбери думаете какой конечно она всегда выбирает черешню не знаю чем она и привлекает либо вот этот хвостик который сверху и вот она его так вот лапкой одну ягодку и потом мы разрешали сам даю одну ягодку и она потом эту ягоду катает по всей квартире потом на следующий приходит потом ты из пяти ягодок ты найдешь а 2 не знаешь где только во время приборки это понимаешь что ягодин закатаны где ее не видно напишите кстати сколько стоит у вас фрукты и съесть эти на рынках или в магазинах в магазинах все равно еще не то продают даже не те огурцы до сих пор продают такой шерпотреб в магазинах вот этих огурцов уже столько хороших огурцов дешевых на рынках вот у нас были в магните и в этих дикси пятерочках но такой вот говнище продают узнаете вот ужас непонятно для кого люди конечно берут я сегодня даже магазин зашел вот цена точно такая же как на рынке просто зашел там у нас на преображенском рынке есть рынок да вот этот сам рядом магазин магнит с одной стороны с другой стороны пятерочку другого входа и там и там я зашел сегодня в пятерочку люди берут огурцы зачем в магазине брать вот эти вот мягкие жухлые огурцы когда вот на рынке по той же самой цене даже может быть дешевле можно купить хорошие салатные вкусные хрустящие свежие огурцы я конечно не даю никому совет где кому что покупать просто я для себя так скажем удивляюсь удивляюсь что так скажем почему зачем понимать что далеко ехать некогда это все прямо ну когда-то около рынка 5 минут шагов нету напишите вот сколько стоит у вас фрукты на рынке например в магазине будет интересно кстати очень списались сегодня вот когда мне сказать что комментарий наверно сегодня переписывались с парнем про крошку рассказывал там с говорил о цене сколько стоит извините пожалуйста я правда не помню ваше умение я говорю что мы на рынке на приборженском покупали сергио посадский квас за 100 рублей литр вот он мне написал что вообще за воду он стоит 25 рублей литр представляете сколько накручивают и 100 рублей потом конечно понял 100 рублей литр это очень дорого чрезмерно дорого и мне такое ощущение что это тетка на просто там наворовывается как-то правда дорого потому что 200 рублей 200 рублей на 2 литра ужас ужас сейчас только до меня зашло поэтому напишите сколько стоит тут у вас фрукты такие смотрел сейчас в логин люди говорят что москве очень сложно найти в этот фрукт кто-то ведет из таиланда кто-то из вьетнама москве можно как говорится черта высова найти если нужно будет вопрос только в том что покупали они его поштучно за 500 рублей я его купил килограмм 500 рублей вот у меня где-то вышел грамм наверное 700 где-то 350 рублей они бывают два вида мы в интернете может быть видели мы не бывает внутри белые с черными семечками а бывают красные с черными семечками вот со мной москва этом парня спрашиваю как да что какой лучше взять он говорит а какой вам нужен красный или белый внутри на благо какой лучше ни разу не пробовал даже не представляю какой на вкус я не спрашиваю а какой на вкус вообще он ну как бы кисто и сладкий горький какой потому что где-то я слышал что они вообще безвкусные он сказал что типа такой слабо сладкий не лучше взять вроде как бы красный как уж и на вот он выбирает как-то они у него в холодильниках распределены что-то он понял что он красный сейчас с вами будем разрезать и смотреть насколько он насколько он красный посмотрю в камеру как он выглядит необычная такая форма как уж они сюда это все привозят я не знаю сумка в чемоданах давайте пробовать разрезать а то сейчас клубники наемся а это здесь не захочу всем интерес наверное вам и мне кто его ни разу не видел как к нему подобраться все здесь подготовил тарелки всякие чтобы все что убрать срезаем верхнюю чем-то знакомым таким пахнет какой-то травой то ли какой-то тиной но режется вообще мягко вот видите как как по маслу идет нож нож смотрите правда красный ой смотрите видите там черные семечки появились какой красивый ребята короче знаете что я сделаю я оставлю половинку пашки там еще кстати мы будем с вами пробовать личи у вас личи продается кто в таиланде не был а вот знаете в таких небольших магазинах личи вот такой как горох продается чтоб такими шипами а там продается личи вчера юлька купила вот такие как полу такие знаете яблоки я попробовал одну не оторвал такая вкуснотень поэтому следующий раз когда поеду в ханой я куплю обязательно эти личи может быть куплю еще какие-нибудь фрукты мы будем с вами экзотические фрукты пробовать вот прям нравится как свекло внутри как свекло это все он это он проникает в мозг не нарушается речь как свекла короче давайте разрезаем и даже сам не смотрю я покажу вам как он выглядит внутри ну чё как я правда не вижу камеру красивый или нет напишите в комментариях я правда не вижу на разрезе я вот закрыл свое лицо увидите что меня не видно я не вижу экрана ну как красивый давайте я теперь посмотрю охренеть смотрите вы же уже видели офигеть пашки оставим сейчас будем своим пробовать короче я взял на всякий случай с собой еще нож ложку давайте пробовать как нему подобраться сейчас еще продрестаюсь не ехать потом еще я в интернете видел красного кстати ни разу не видел но мне кажется белый с черными точками выглядит более симпатично нет как вы думаете что пробуем что пробуем вкус страны мне не понравился вкус особого нет но он очень сочный такой в меру сладкий смотрите груб как свекла не то чтобы противно непонятный вкус я даже описать не могу вкус я почему говорю что представляете если бы меня спросили пишите вкус клубники даже клубника она бывает более кислая или сладкая а вкус то как описать вот тоже вот поэтому этот вьетнамец он и не мог описать мне так скажем вот если они это каждый раз едят косточки похожи на киви знаете когда киви ешь только они более твердые кто-то говорят что это их любимые фрукты тут смотрел в интернете я даже не могу описать ни на что не похоже я вчера покупал фрукт лимонад я как это показывал даже на розыгрыше отправлял вот эти лимонады там тоже вот я взял специально попробовать он был на вкус такой знаете как кисель со вкусом малины такого же цвета мне показалось похоже на малину ребята попробовали тоже вчера сказали что да похоже на малину вот сейчас я пробую ем на малину ни хрена не похоже это конечно прикольно попробовать все такие фрукты которые ты ни разу не ел но может быть он утоляет жажду чуть-чуть есть какая-то сладость вот она попадается где-то в каких-то местах когда вот отрезать не отрезаешь а ну вот как сейчас ложка отчерпывают как арбуз язык становится все краснее краснее кошмар как светофор с виноградом ну хоть потом отойдет этот язык ну да бледнее чуть-чуть ну если он сказал что красный на вкуснее то тогда у белого менее выраженный вкус участвуем нужно половинку так скажем четвертинку съел доедаю вот уже нет такого отвращения но все равно не могу так скажем поймать прикола в чем суть интереса в этом фрукте в интернете кстати я прочитал что это его еще называют типом манга там в панель и в диаланде его где там он растет типа манга танк с какой-то приставкой но на мангу нифига не похож точно по вкусу и еще что он якобы растет на каком-то на какой-то разновидности кактуса то есть вопрос где это растет представить кактус кошмар надеюсь он не слабит видите он красный правда внутри а когда белый вот эта вся внутренность которую он показал на картинках как я видел она белая такого цвета и вот эти черные точки красный ободок он выглядит наверно красивее но коль сам вьетнамец сказал что красный лучше вкуснее я купил в подскажем в определенном месте если мне человек сказал что он красный 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 получился потому что до этого каких-то смотрел влогеров они говорили что никак не могут найти красный что не знают то есть красный но у них никогда он не попадался лимонад наверно вот этот точнее сказать сок намного вкуснее правда но видимо туда добавляют какой-то сахар может быть добавляют или что потому что он намного вкуснее был аромат не может как-то готовит варит его но приобретает такой более вкусный цвет вкусный и приобретают вкус какой-то более выраженный вот видите сколько осталось но он такой кстати сытный сейчас фрукты сытные их много не съешь сразу же вот раздувается от них потому что они это вызывают брожение этот вроде он легкий но вот я ем и прямо понимаю что знаете как воду когда пьешь прямо живот сам не кишечника вот живот разбивается но убрасывать жалко не совсем гадко скажем что я не понял этот вкус потому что не было особого какого-то вкуса но лично для меня определяем что куча людей куча мнений кому-то это очень нравится кому-то наоборот мне нравится у кого-то у кого-то отвощение какого-то какой-то еды фруктов или чего-то для меня это показалось совсем просто как-то безвкусно какие-то мелкие на рецепторах есть вкусовые чуть-чуть слегка 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 сладкий остальное знаете как такая водичка как будто подслащенная и вот добавлен какой-то разбавлен каким-то к соком но на что он похож на крыжовник может быть на какой-то такой безвкусный крыжовник даже не знаю так вот это выглядит с одной стороны брать белый пробовать можно наверно более что-то вкусное спросить интересное вот личи вновь таких в таком прикольном виде как знаете как веник продается как-то ветки так собраны но все красиво вот такие крупные ягоды личи я прямо удивился оно действительно вкусное потом там какие-то такие шипами большие лежат но в общем нужно просто покупать пробовать с вами показывать вам потому что я сам этого никогда не пробовал понятно что таких видео куча в интернете но это мы с вами я лично вы мои зрители мы будем вместе с вами тогда как-то по возможности это пробовать в общем вот такая вот штука мы сегодня с вами ее попробовали фрукты черешня ужин легкий сытный кстати никогда не думал что намыть такую огромную тарелку что мужчина не сможет такую тарелку осилить фруктов мне кажется даже килограмма не было я пощипал немножко клубники положил черешни виноград и вот эту штуку но вот это конечно сытное совсем я понимаю что я вообще наелся поэтому сейчас весной летом когда появляются фрукты кушайте фрукты насыщайте свой организм витаминами меньше ешьте хлеба как я сейчас практически исключил хлеб из своего рациона но ничего хорошего наш современный хлеб нам с вами не дает поэтому лучше от него или сами пить в меньших количествах его ешьте хотя я очень люблю хлеб так что вот будем покупать новые фрукты будем пробовать их говорить о своих впечатлениях ну и до скорой встречи всем спасибо смена окончена и не забывайте что нужно читать про правильные книги смотреть правильные фильмы и каналы и слушать правильную музыку с вами был ваш олег николаев не забудьте поставить пальчик вверх сделать репост любые социальные сети и написать комментарий напишите свои вопросы я отвечу на них обязательно все всем пока и до новых встреч